На этих кадрах процесс сборки карданного вала. Именно он передает обороты с коробки, передач на колеса, после чего автомобиль начинает двигаться. А родом такая деталь с ульяновского завода автокомпонент. Над ее созданием могут одновременно трудиться до 150 человек. В месяц с конвейера сходит приблизительно 15 тысяч таких запчастей. И это не предел. Уже к 2024 году производительность труда планируется увеличить на 15%. Эксперты из Федерального центра компетенции уверены, задача выполнима. Достаточно лишь избавиться от сторонних трат и оптимизировать ресурсы. Наша задача научить сотрудников находить потери, расширить их, обучить их новыми знаниями, которые они сейчас не владеют. Это последними передовыми технологиями, последними знаниями инструментов бережливого производства. Под бережливым производством у нас подразумевается поиск потерь на предприятии. И повышение производительности труда – это сокращение времени протекания процессов. Сейчас коллектив завода на финальной стадии обучения. Эксперты помогли разобраться, как грамотно распределить рабочую силу и по максимуму использовать человеческий потенциал. Впереди самое интересное – применить знания на практике. Уверенности придает и опыт коллег. Уже сегодня к нацпроекту «Производительность труда», благодаря которому и происходит обучение, присоединились 13 региональных предприятий. Участие в этом проекте некоторым многим компаниям из участвующих позволило увеличить эффективность работы, производительность труда предприятия без глобальных каких-то инвестиций, без существенных уложений на достаточно, скажем так, серьезные цифры. Увеличить производительность, соответственно, эффективность работы предприятия. Программа рассчитана на 6 месяцев. Сейчас на заводе автокомпонент спрос превышает предложение. После обучения руководство планирует ежегодно повышать производительность труда на 5%, тем самым вывести предприятие на новый уровень.